Всем привет, друзья! Меня зовут Айсилу, и это канал ЮниРус, канал, где вы изучаете русский язык с нуля. Когда мы изучаем русский язык с вами, мы изучаем русский язык с веб-сайт «Learn Russian» по «Руссионтоддай». В общем, в описании. И если вы не видели, вы можете видеть первые видео и следить. Это как раз, как раз, как раз, как раз, как раз, как раз, как раз. И не забудьте читать в описании. В общем, в описании. В этом видео мы изучаем русский язык, говорим о том, что мы изучаем русский язык с веб-сайт «Лесоса», «Нумбер и кванта», и мы начнем изучать русский язык с веб-сайт «Сингуляр». Если вы не видели этого видео, или вы не знаете эти вопросы, пожалуйста, оставляйте мои 5 лекции об этом, и затем идите на этот тест. Если вы видели их, знаете все, вы можете открыть этот тест. And I, as usual, recommend you to start this video first, to do this test, and then we will check it together. Давайте попробуем. Итак, давайте проверять. Unfortunately, I think the website is not working good anymore, so you can check the result, but I'm going to tell the correct answers. Номер один. Привет, Инна. Что ты будешь делать завтра? So remember, in the future tense, we use the verb to be, буду, будешь, будет, plus infinitive, делать завтра. Номер два. Кто послезавтра будет играть в футбол? First of all, we have послезавтра, which means, if you remember, the day after tomorrow. So we speak about future, so we can't use был, we can use быть, which we don't use in the present. Кто. Here, this is the noun. And кто, we usually change, like, he or she, the third form singular. Кто послезавтра будет играть в футбол? Номер три. Мама, сегодня вечером мы не будем ужинать. Почему? Б. Нет будем неправильно. Нет is just like no, but when you use the negative form with the verb, we always say не. Потом. Не буду. Нет. Because we have мы, мы, and we in the future will be будем. Не быть. We don't use it in the present usually. That's why we have only a. Мы не будем. Сегодня мы, сегодня вечером мы не будем ужинать. Четыре. Через месяц мой друг будет в Москве. Был? Нет. Because we speak about future. Через месяц, in a month. Был. Нет. Будут. This is the plural. Они. Нет. Быть. In the present we don't use. So we have only a. Сначала она будет работать, а потом отдыхать. Again, we speak about future. Она. Будешь? Нет. Будем? Нет. Будут? Нет. Будет. That was the eleventh lesson. If you have difficulties with that, go back and check lesson number eleven. В понедельник, номер шесть. В понедельник директор и бухгалтер будут в офисе. Again, директор и бухгалтер. Like, director and find a counter. Они. It's они. That's why будет. Будут, будем is not okay. Они будут в офисе. Номер семь. Неделю назад мы были в Лондоне. A week ago. We can't put после, because it's after. We can't put через, because it's in. And до, also we can't. Неделю назад. A week ago. Номер восемь. Кто знает, что будет через год? Кто знает, что будет через год? Who knows what will be in a year? Через год. We use. До год? Нет. После год? Нет. Назад год? Нет. Через год. In a year. Кто знает, что будет через год? Я не знаю. А вы? Номер девять. Ты будешь любить меня через месяц? Like, will you love me in a month? Again, I can use после, до, назад. Here, in, and we use like the month, the year, the day, через. Через месяц, через день, через год, через час и так далее. Номер десять. Что они делали час назад? Делали. It's the past. So we speak about past. That's what we should say, час назад. Одиннадцать. Новый год будет. Okay, here we remember the month. Новый год and new year. When it will be? В январе. Конечно, да? В январе. Номер двенадцать. Рождество в России. Рождество – это Christmas. Рождество в России не в декабре, а в январе. Remember this. We have in Russia. In January. Christmas, not in December. Номер тринадцать. Here we have started the lesson twelve. Repeat the lesson number twelve. So if you have difficulties with that, check it, please. Я не гуляю, потому что на улице холодно. So I don't walk because it's cold outside. Роберт не любит жару, поэтому не отдыхает летом в Африке. So again, reason, speaking about reason, as it was here, we use or, because, or that's why. Четырнадцать – поэтому. Пятнадцать. Мой компьютер хорошо работает, потому что я купил его вчера. Да? Потому что – because. Шестнадцать. Его брат не пьёт пиво, потому что он любит вино. His brother doesn't like beer because he drinks wine. Номер семнадцать. В Москве очень красивые девушки, поэтому мне нравится жить здесь. So in Moscow there are beautiful girls, that's why, поэтому, I like living there. Восемнадцать. Я хочу говорить по-русски, поэтому я учу русский язык. Девятнадцать. From this moment we start repeating with you lesson number thirteen. Тринадцать – это номера. Check it again, because we spoke with you there, why we use, where and when we use рубль, рублей, рубля. Так, сколько стоит этот журнал? Двадцать пять рублей. Because from five to twenty we use ей рублей. Двадцать. Сколько стоят эти часы? Эти часы стоят пять тысяч восемьсот девяносто два рубля. Почему? Потому что after two, после два we use рубля. Всегда. Двадцать один. Сколько сейчас времени? What time is it now, да? Сейчас двенадцать часов тридцать пять минут. We also spoke about how to tell the time in that lesson number тринадцать. Так, двадцать два. Когда ты обедал? Я обедал в три часа пятнадцать минут. When we have three, we say часа. When we have 15, we say минут. Два, три, четыре часа. From five until twenty, all numbers including минут. Двадцать три. Лариса работала сегодня только шесть часов. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, Двадцать четыре. Это моя бабушка. Ей восемьдесят три года. Ей восемьдесят три года. Три года. Отец работал на фирме семнадцать лет. Again, from five to twenty. Семнадцать лет. Сколько тебе лет? Мне двадцать один год. Мне двадцать один год. Один год. Двадцать семь. Джон живет в Москве уже пять лет. Пять, шесть, семь, etc. лет. Двадцать восемь. Here we start the lesson fourteen. Nouns in genitive case. In past, present and future too. Завтра у меня не будет времени. If you remember, не будет. We speak about future here. You can check. У меня не будет. When it's negative construction, in the future we always use не будет. It doesn't matter which subject goes after that. Не будет дома, квартиры, времени. Tomorrow I will not have time. Двадцать девять. Позавчера в офисе не было директора. Again, if you go back to this grammar part. Не было. We speak about past. When we use negative construction, we don't need to change according to the noun that goes after. We always say не было. Не было директора. Так. Тридцать. Сегодня у тебя... Сегодня it's present. Нет. That's the only... Remember, we don't use не быть. Or не есть. We just say нет. Сегодня у тебя нет денег. So today you don't have money. Денег, it's irregular in the genitive case. Месяц назад у нас была конференция. Going back to this table. Была. It's a positive construction in the past. Конференция. It's feminine. That's why we say была. Была конференция. Через год у них будет новый дом. Будет новый дом. Actually, also we can say не будет. It will be the same. No difference. Будет, не будет. I don't know what they consider to be correct in that text. But you can choose будет or не будет. They're both correct. Никто не знает, что будет завтра. Nobody knows what will be tomorrow. Будет завтра. If we speak about general, we use будет. Что будет завтра? Мы не знаем. Тридцать четыре. У тебя нет папки. Because in the native case, папка. The folder will be папка. Дженитив case. Singular папки. Remember, because we have this К that changes. And instead of Ы, we use Ы. Папки. Раньше у Джины не было друга. Okay. After the negative construction, we use genitive case. Друг. In genitive case will be друга. Again, here we speak already about lessons number 14 and 15 also. So, from 36, we start lesson 15. Он любит кофе без сахара. Without sugar. Сахара. Дженитив case. Пётр заказал пиццу без сыра. Without cheese. Что вы делаете после работы? Like, what are you doing after work? Мартин есть всё, кроме супа. Like, he eats everything except the soup. Откуда Стефан? Он из Мельбурна. Is plus genitive case. If we speak about where we are from. Сорок один. Сын купил эти цветы для мамы. For mom. Сорок два. Это Мария. У неё есть муж. Like, somebody has got something. We use U plus genitive case. У неё есть муж. Бизнесмен заказал такси от аэропорта до дома. Like, from, to, we use, when we speak about distance, от, до. От аэропорта до дома. Номер сорок четыре. Последний. Я никого не люблю, кроме тебя. Like, I love. Nobody except you. Except кроме. Кроме тебя. Окей. Напишите в комментариях, если вы хорошо делаете тест или не очень. Что вы хотите повторить. If you have many mistakes, you can go back, watch again my lessons, do exercise that you can find in the description box, and redo this test again. I hope that this test lesson was useful for you. Don't forget to subscribe, to like my video, to share it with your friends, because that's how you can support me. Спасибо вам большое, что вы смотрите мои видео. Хорошего дня. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok